Всем добрый вечер, зовут Денис, наш сегодня тема это своего рода рекламный семинар, посвященный нашему программе, который так и будет называться Adobe After Effects, дополнительный плагин и скрипт, который будет являться третьей частью нашего курса по After Effects. Сам курс появится у нас уже этим летом, то есть буквально в течение нескольких дней, он уже появится у нас в нашем списке курсов. Можно будет смотреть и в случае необходимости записаться. Предыдущий курс давалась достаточно правильная база работы с After Effects, как то базовые действия со слоями, основу ключевой анимации, основу работы с эффектами, но все эффекты стандартные, которые с After Effects, они, несмотря на то, что по большому счету очень многие эффекты очень много лет никак не развиваются, никак не изменяются, и если посмотреть последние десятилетия развития After Effects, то очень многие эффекты как были действительны, так и остались. Поэтому, конечно, в основном все интересности, красивости, то, что видите сейчас на экранах телевизоров, видеороликов, заставках, в красивых текстовых титрах, все это так или иначе сделано помощью эффектов дополнительных, которых очень много на самом деле для After Effects, есть с чего убирать, и как раз вот задача нового курса по After Effects будет разбор основных интересных эффектов, чтобы уже можно было пользоваться не только базой After Effects, но еще и расширить эту базу дополнительными эффектами. Вообще, когда разговор идет про дополнительные эффекты, устанавливаемые под After Effects, то их все можно будет разделить на две большие категории. Есть так называемые плагины, есть так называемые скрипты. Если разговор идет про наши с вами плагины, то, как правило, это отдельно устанавливаемая программа. Сейчас, секундочку. Отдельно устанавливаемая программа, это устанавливает файл, либо такой MCIN, либо это будет файл наподобие Z-шного файла. Ну и, соответственно, когда вы этот файл запускаете, как правило, сам установщик найдет, что, ага, установлен на компьютере версия After Effects с C2018. Ну и, соответственно, когда нажимаешь кнопку Install, эффект ставится, сам себя прописывает списки эффектов. Ну и, соответственно, после этого в списке эффектов в After Effects будет непосредственно появляться название этого эффекта. Все, что у нас с вами так или иначе считается плагинами, это устанавливаемые дополнительные программы, которые себя будут прописывать в список эффектов. Ну и вот тот же самый эффект Plexus у нас будет в списке уже непосредственно появляться. Помимо этого есть очень большое сообщество разработчиков, неотнощащиеся к большим компаниям, которые на энтузиазме голом фактически пишут всякие интересные программы, которые в дальнейшем превращаются в так называемые так называемые выполняемые скрипты, которые в виде отдельных окошек появляются на экране After Effects, тоже много чего забавно и интересно делают. Подобные вещи выглядят как обычные файлы JavaScript. Ну что-нибудь типа такого, например. Или что-нибудь типа такого вот. То есть это бизнес-кейт JavaScript файлы. И в этом случае, когда вот такие файлы будут, например, где-то скачивать, где-то приобретать, все, что требуется сделать, такой файл просто взять и переписать в специальную стажеробную папку, то есть в самой установочной папке After Effects. Ну как правило, это .disc.program.files. Можно будет найти папку, она так и будет называться Scripts. Ну и соответственно, либо в нее, либо в папку, которая Script.ui. Эта папка, она автоматически считывает After Effects при запуске, и соответственно, это окошки будут вас так или иначе появляться на экране After Effects или отдельных токон. Сюда эти файлы можно будет непосредственно прописать. После этого, когда After Effects запустится и эту папку, соответственно, увидит, у вас в меню Windows будут автоматически появляться ссылки на эти выполняемые JavaScript файлы. Ну и, соответственно, после вызова этой ссылочки у вас на экране будет появляться, собственно, само окошко JavaScript файла, который какие-то определенные действия будет непосредственно выполнять. Ну так или иначе, это все у нас с вами некие расширения After Effects, с помощью которых уже вы сможете многие вещи, которые делаются в After Effects не всегда удобно и быстро, так или иначе совершать быстрее, удобнее и существенно разнообразнее свои возможности в плане анимации и создания разнообразных эффектов. Начнем давайте мы с вами с плагинов. Ну и, конечно, плагин номер один, который популярность, наверное, сейчас самые такие популярные среди пользователей и After Effects, и примеры других программ, которые так или иначе работают в виде контента, это плагины компании Red Giant. Ну и сейчас, наверное, один из самых популярных наборов этой компании, который называется Trapcode. Сама вся компания очень известна, очень много эффектов, которые вы видите сейчас на экране телевизора, сделан как раз с помощью плагинов этой компании. Есть очень много, есть несколько наборов эффектов этой компании, в частности Трепкодовский набор, который мы сейчас с вами крайне главное посмотрим. Замечательный набор, который называется Keying Suite, очень хороший эффект, связанный с Keying изображением, которые получше работать, чем садарка Keying в After Effects. Есть достаточно симпатичный набор эффектов, который называется Magic Bullet Suite, цвет коррекции, с помощью которого можно будет так или иначе очень быстро приводить ваши футажи и ваши композиции к какому-то интересному виду в плане своих решений, ну и прочее, прочее. У Red Giant есть достаточно функциональный триальный вариант этих модулей, то есть можно будет скачать триалку, посмотреть. Единственное, что у вас на экране будет появляться красный крест злобный, который не позволит, конечно, это вывести в виде красивого видео итогового. Но тем не менее, посмотрите, как все это работает, можно будет без всех проблем. Все ставится совершенно замечательно, ставится замечательная тоже компьютерная PC-шная машина. Ну, если вдруг в дальнейшем захотите все это приобрести, полный набор этих эффектов стоит около 1000 долларов. Так же, как и у адобовских приложений, Red Giant предлагает программу для учащихся, то есть есть академическая лиценка, так называемая, которая стоит в два раза дешевле, то в принципе 500 долларов за подобный набор красивости, интересности, это на самом деле не очень большая цена, особенно если вы этим собираетесь себе на хлеб непосредственно зарабатывать. Ну и когда у вас этот набор проекта будет установлен, сразу в списке ваших эффектов появляется как раз, прижаясь набор эффектов, так называющийся трэп-код. В принципе, вот эти эффекты, которые мы сейчас с вами посмотрим, конечно, глаза, они, наверное, самые простые и самые действительные, то есть фактически сразу после применения эффекта можно будет получить очень интересные симпатичные вещи, которые стандартными средствами сделать бывает не так легко. Ну, например, можно будет написать какой-нибудь несложный текст, сделать его чуть-чуть поинтереснее в плане цвета. Ну и один из классических эффектов из этого набора, он называется Shine, сияние свечения, которое сразу на самом деле дает очень симпатичный эффект таких замечательных лучиков. Можно будет в случае желания эти лучи сделать немножко длиннее, их можно будет сделать чуть-чуть поярче, если у нас принтерси не получилось. Естественно, есть у нас с вами параметры, которые определяют за координаты наше свечение, лучики можно будет подвигать и в принципе все-чего достаточно симпатично будет получаться. делается крайне сложная анимация, когда у нас пробегает по нашему тексту центр наших лучей. Ну и в итоге какой-то такой вот эффект на с вами будет получаться очень зречно, красиво смотрящийся. То есть один из таких эффектов из коробки, то есть сразу применяете и все очень достаточно симпатично, интересно будет на с вами выходить. Эффект применяется не только к подобным слоям, которые имеют какую-то прозрачность. Если, например, у вас будет загружено некое изображение, совершенно произвольное, то также и к этому изображению можно будет наш эффект применить. Немножко я считаю, что это по-другому будет на свадьбе смотреться, но тем не менее, тоже такой достаточно забавный эффект какого-то такого свечения будет на с вами выходить. Ну, как правило, все-таки эффект на с вами применяется именно к слоям с прозрачностью, чтобы не было такой на с вами глобальной засветки. Но тем не менее, очень симпатичный эффект, с помощью которого уже можно будет подобный эффект свечения достигать. Если мы с вами хотим немного поинтереснее оформить наш слой, то есть такой же примерно по удобству использования эффект, тоже эффект, как говорится, из коробки применили, все получилось. Он называется Star Glow. Добавляясь в такие вот свечащиеся элементы к нашему слою, причем, естественно, можно будет выбирать из готового большущего набора шаблонов, как эти элементы на с вами так или иначе будут смотреться. Естественно, в случае необходимости можно будет и цвета менять, если вдруг на с вами не понравилось каким-то причинам цвета нашего эффекта. Естественно, в случае необходимости можно будет нас сами заставить двигаться. Если вдруг мы с вами хотим, чтобы наши лучики так или иначе шевелились, то можно будет нам очень несложно заставить парамет наших лучей изменяться, двигаться, чтобы добавить некоторой живости. Ну и в итоге, наряду с нашими лучами еще какая-то такая вот засветочка будет с вами получаться, слегка шевелящаяся. То есть очень симпатичные эффекты, достаточно простые, которые позволяют нас сами крайне серьезным образом улучшить вид нашего изображения. Применили, несложный параметр анимации и, соответственно, все у нас красиво получается. Чуть-чуть более тяжелый и одновременно более зрелищный эффект. Классический эффект, один из самых, наверное, главных и важных эффектов у Red Giant, это то, что у нас с вами называется партикула. Эффект, который работает так называемая система частиц. Есть подобный эффект, ну не подобный, есть эффекты, которые работают с частицами и у стандартных эффектов в After Effects, но у них есть ряд недостатков, в частности, у основной эффект, работающий с патиклами в After Effects стандартный, который у нас с вами называется Particle Playground. Достаточно симпатичный эффект, обладающий очень многими плюсами, но у него есть существенный достаток, например, если мы сами хотим добавить этот эффект в некую трехмерную композицию, то эти частицы у нас с вами строго плоские, не понимают они глубины и объема. Плюс, конечно, сама физика, само поведение частиц не всегда нас с вами будет устраивать, если мы будем работать с старт-эффектом. В случае с патикула, треплодовским эффектом, все, конечно, будет поразнообразнее и поинтереснее. Самое главное, эти эффекты понимают трехмерность, то есть их можно будет надеять в будущие трехмерные сцены, построенные и в самом After Effects, или, например, там импортированные откуда-то из того же самого Cinema 4D. Помимо того, что есть очень большое количество настроек разнообразных, с помощью которых вы можете так или иначе настраивать ваши частички. Один из самых больших плюсов в последнем обновлении набора эффектов является то, что появляется возможность выбора наших эффектов из большущей коллекции шаблонных эффектов. Появляется такая замечательная кнопка в последней версии этого эффекта, которая называется дизайнер, нажав на которую у вас открывается отдельное окно, в котором помимо того, что вы можете настраивать уже имеющиеся параметры в более наглядном виде, так есть у вас еще и подборка очень красивых эффектов. Стандартная папочка презер шаблоны. Есть очень много готовых вариантов, которые просто щелкаете, применяете. В случае необходимости можно будет, конечно, какие-то из параметров нас с вами менять, тире-сам-света, например. Ну, и когда все нам с вами устроил, кнопки и нажимаем, и соответственно с вами уже на экране появляются такие симпатичные чтички. Замечательно двигающиеся в качестве фона какой-то там проекта, их можно будет тоже замечательно использовать. Все очень недушно и красиво у нас с вами будет получаться. Очень удобно то, что этот эффект очень крайне комфортно анимируется, то есть в плане того, что эффект все-таки имеет возможность работать с трехмерием. Я могу в качестве центра испускаем чтиц использовать обычные лампочки, наши трехмерные. Я их могу отанимировать, могу привязать какие-то настройки эффекта, которые самым ярко с нашей лампочкой, но в основном, конечно, определяется именно положение центра нашего с вами эффекта по положению наших ламп. Давай создадим самую простую лампу, которая есть на поинтовская. На настройках на с вами совершенно все равно, лампа все равно не будет на с вами светить пока что, потому что нет никаких трехмерных слоев в нашем распоряжении. Но в любом случае наш точный цвет появляется, и я уже могу его каким-то образом непосредственно проанимировать. У лампочки есть свойство position, ну и соответственно в первом кадре где-то здесь моя лампа будет находиться. Сейчас поменьше я сделаю время композиции. К второй секунде наш лампочек куда-то сюда убежит. Стандартная анимация, обычно такого какого-то волнообразного движения нашего источника света. В случае необходимости можно будет лампочку какого-то пути привязать. Ну то есть вариации совершенно стандартные анимационные. Самое главное, чтобы ваш источник света самим эффектом собственно обнаружился, наша лампочка должна обязательно называться эмиттер. То есть грубо говоря, все лампы, которые добавились и на сцену, которые будут называться эмиттер, они автоматически будут подхватываться нашим эффектом и автоматически будут на самом частичке тесные получаться. Мне лишь останется делать еще один солеслой. К этому солеслою я применяю еще один эффект. В качестве шаблона эффекта возьму что-нибудь такое симпатичное, в виде какой-нибудь такой линии светящейся. Ну наверное, ну что-нибудь такого вот фантомный след. То есть сам по себе эффект у нас с вами пока же такой статичный. Эффект требует, чтобы у нас непосредственно что-то двигалось, изменялось в пространстве. Ну и можно будет сказать, что эмиттер, точка испуска у нас с вами будет не стандартная точка, а lights, источники света. И автоматически наша лампочка, которая у нас с вами называется lights, этот эффект применяется и соответственно к какой-то такой траектории он у нас с вами двигается. Ну естественно можно будет настроить любые параметры связанные с нашим эффектом. Можно будет в случае необходимости размер частиц сделать чуточку поменьше. Можно будет размыть и частиц сделать поменьше, чтобы такие более четкие у нас с вами получались. Можно будет время жизни частиц сделать немножко подольше, чтобы на след получился немножко побольше. В случае необходимости цвета можно будет поменять, то есть в принципе разнообразный параметр можно будет сделать. Ну и уже вслед за нашей лампочкой хоть такой появляющий набор точек у нас с вами будет непосредственно получаться. И понравился эффект. Идем снова в наш дизайнер. Настраиваем или убираем из шаблона какой-нибудь другой эффект. Ну что-нибудь типа такого. Ну это самая история. Наш эмиттер не точка, а лампочки. Привязывается у нас с вами наш эффект сразу к нашему источнику света. Ну и дальше стандартные вещи. Размер можно будет сделать чуть-чуть поменьше немножко. Можно будет время жизни сделать побольше, можно будет разброс сделать побольше по времени жизни, чтобы они там чуть-чуть у нас где-то попадали. Можно будет чуть-чуть побольше скорости сделать, чтобы они в конце побыстрее разбегались. И какая-то такая штука будет нас с вами непосредственно уже по экрану лететь, повторяя движение на шланг. Ну что же, достаточно легко настраиваться в случае необходимости построения каких-то таких вот эффектов, повторяющих движение какого-либо объекта на экране. Достаточно выбрать нужный свободный эффект, прицепить его к лампочке, которая будет нас с вами называться эмиттер. Ну и соответственно, что-то такое красиво будет нас с вами выходить. На основе этого много чего забавно можно будет переделать. Ну, например, могу в новой композиции сделать свою лампу, честно обозвать ее сразу эмиттер. Повесить наш позишен, несложное выражение, которое заставит нашу лампу неким случайным образом двигаться по сцене, пускай там за половину секунды на 300 пикселей будет наша лампочка сдвигаться. Что-то такое будет получаться. Лампочка наша такая будет по экрану двигаться. Интересно. Я теперь могу этих ламп надублировать любое количество сколько угодно ламп. Все они называются эмиттер. Ну, и все, что нам останется сделать, это создать слой для моего эффекта. Даже не буду сейчас этот слой создавать заново, эффект создавать заново. Залез просто в предыдущую композицию. И вот этот вот эффект скопирую. И в новую композицию на наш слой я его вставлю. Ну, и что-то такое будет у нас с вами получаться. Много двигающих лампочек. Ну, чуть потормаживает машина. Что-то такое будет ходить. Самое, что прикольное, это все у нас с вами уже трехмерное. То есть, можно будет в случае необходимости с вами переключиться на ту же самую камеру, покрутить все это. Все отлично у нас с вами непосредственно будет получаться. Это уже в пространстве. Немного подтормаживает, конечно, тем не менее. Все это крутится, вертится. Все это уже объемное, правильное. В сами частички можно будет въехать в случае необходимости. Это достаточно симпатичный эффект, который позволяет нас с вами уже на другой уровень работы чистого выйти. Не только плоские частицы, которые у нас, собственно, повторяют анимацию плоского экрана, но и уже почти что такое-то настоящее трехмерие будет нас с вами непосредственно выходить. Отлично. Другой гигант, который тоже славится большим количеством эффектов от After Effects, это компания Video Copilot и, соответственно, эффект, который у них есть, тоже связанный с цветовыми эффектами, называющиеся Optical Flare. Ну, по факту, у Video Copilot есть два таких самых популярных эффекта в настоящее время. Это эффект, называющийся, плагин, называющийся Element 3D, который позволяет работать с трехмерными объектами, сетчиками интересного образом. Ну и, соответственно, Optical Flare классный эффект, с помощью которого можно будет в случае необходимости добавлять всякие красивые вспышки, блики и прочее-прочее. Все, что связано с яркими точками света и все, что связано с некой оптикой. Тоже, по факту, эффект, во многом такой эффект из коробки, то есть, минимум настроек, но уже все достаточно симпатично будет получаться. Сам эффект. То есть, само управление достаточно простое. Также можно будет использовать управление в ручном режиме. То есть, есть некий центр, который позволяет на самом деле двигаться и позволяет, собственно, менять положение наше центро. То есть, сама лампочка наша двигается, красиво, все отлично сам непосредственно получается. Есть возможность сказать, что типа привязаться к нашим лампочкам. Тоже эффект привязанности к этой точке света. Если будут наши лампы присутствовать в сцене, то можно будет также повесить этот эффект и на самих лампочках. Ну и как и в случае с нашим треподом, предыдущим эффектом, есть в большущем количестве готовые шаблоны разнообразных бликов, которые вы сразу можете загружать. То есть, можно все это настройки будет, конечно, менять, но есть наше распоряжение, достаточно неплохая библиотека, разнообразный шаблон, с помощью которых уже можно будет выбирать совершенно разнообразные варианты бликов. Что-нибудь типа такого, например. Такая вот красота у нас будет непосредственно получаться. Если я не повенюсь, залезу на нашу предыдущую композицию, все мои лампочки выделю и скопирую, ну и в эту композицию все эти лампочки вставлю. то можно будет сказать, что давайте этот эффект связывается к нашим лампам. Ну и в итоге куча таких вот солнышек у нас будет двигаться по сцене, все будет замечательно, блестеть и играть, тоже все очень симпатично, интересно получается. Как и в случае с нашим трепподом, этот эффект тоже объемный, то есть также можно будет переключиться в наш custom view, в случае необходимости во всех этих наших лучиках повращаться, все это будет на самом деле трехмерное, то есть там создать какую-нибудь такую замечательную звездную систему с горячими звездами, укажет там звезды в свой собственный блик, можно будет достаточно легко, быстро и фактически автоматом. Несложная анимация с точки света, несложные настройки самих лампочек, и уже в итоге у нас с вами получается достаточно забавный эффект, связанный с яркими с точки света. Еще один эффект достаточно интересный. Компания Rowby тоже достаточно известна в определенных кругах как компания, которая создает разнообразные эффекты. Ну и один из эффектов, который сделала компания, это эффект Plexus. Замечательный эффект, который позволяет на основе либо базы примитивов, либо на основе какого-то загружаемого трехмерного объекта делать некую сетку, которая трансформируется, деформируется, раскрашивается, двигается, реагирует на разные силы, на звуки и прочее-прочее. Всякие там вращающиеся в виде сетки глобусы, люди, там машины, которые видят в большом количестве на экране в разнообразных старт-заставке ролик как раз сделаны на основе вот этого нашего эффекта, который называется Plexus. Тоже потребуется на сами стандартный слой, чтобы этот эффект применить. Вот так на самом деле все это будет смотреться. Помимо того, очень удобно то, что вот в последних версиях этого эффекта, помимо того, что есть стандартная палитра управления эффектами, еще появляется отдельное окошко, которое в виде некого такого менеджера расслеживает, что собственно с нашим эффектом происходит. Я могу добавить некую стартовую геометрию, эту геометрию, например, в виде какого-то примитива. В качестве примитива на самом деле выбор не очень большой будет, это будет либо кубик, либо сфера, но с вами получается сфера, которая состоит из таких вот точек замечательных. Можно будет в случае необходимости количество разберений этой сферы делать больше или меньше, можно будет поставить там 20 на 20. Можно будет в случае необходимости управлять точками, то есть есть на сами группы настроек, с помощью которых точки это можно будет сделать больше или меньше в случае необходимости, Ну и прочее, прочее. Можно будет при необходимости эти точки раскрашивать там разными цветами, можно будет подцепить какой-то слой графический, который будет эти точки на самом деле тонировать, ну и прочее, прочее. То есть оформление графическое здесь достаточно стандартное, ничего особого нового по сравнению с другими эффектами можно здесь не найти. Я могу добавить еще несколько дополнительных режимов визуализации. В частности, могу добавить это рендер, добавить визуал, который будет в мир соединять эти точки линиями. То есть у меня автоматически появляется некий такой глобус. Причем линии это изначально у нас с вами полные, то есть соединяет все точки. Можно будет в случае необходимости, если хотим мы там с вами сделать чуть-чуть более интересное соединение, сказать, что там количество точек, которые будут соединять наши линии, там будет меньше, то есть какой-то такой прерывистый глобус будет получаться, ну и прочее, прочее. Естественно, линию можно будет делать толще-тоньше, естественно, потом можно будет раскрашивать разные цвета, то есть тоже все достаточно на самом деле стандартно. Естественно, в случае необходимости можно будет сам наш глобус анимировать, он на с вами и крутится при необходимости, он на с вами масштабируется, в случае необходимости можно будет и цвет нашего глобуса поменять. То есть все достаточно стандартно. Ну, шар или бокс, это на самом деле, конечно, прикольно, в отдельных ситуациях можно это будет использовать для каких-то действий, но гораздо интереснее будет, если это у нас с вами будет уже какой-то трехмерный объект. Поэтому я могу к себе в сцену загрузить некую трехмерную модель. Он, естественно, никак не будет нас с вами показываться, но я все равно, во всех случаях, у меня глаз отключу, чтобы было понятно, что это слой у нас с вами не рабочий, а технический. Ну и можно будет добавить геометрию, которая будет загружаться из обезжейного файла. Ну и просто сказать, что давай-ка ты будешь загружать обезжейный объект, который находится на слое с нашей головой. И вот наша голова получается. То есть та полигональная сетка, которая, собственно, была у нас с вами сделана, она начинает отображаться у нас в виде некой такой сетки на экране автоэффекта. Голу можно будет повернуть. Голу можно будет сделать побольше. И все сетки настройки, как видите, у нас анимируются. Можно будет вернуться к настройкам наших линий. Сами линии можно будет сделать немножко потоньше, чтобы не так они тяжеловато смотрелись. Сами точки можно будет сделать чуть поменьше. Ну и проще-проще. Некоторая сетка у нас с вами будет непосредственно получаться. На эту сетку могут воздействовать разнообразные силы. То есть можно будет добавить некие силы стандартно, подобие там какой-то сферической силы. Добавляя сферическая сила, у этой сферической силы есть некий центр. Можно будет сделать эту сферическую силу немножко больше по радиусу, чтобы она начинала захватывать нашу голову. Когда эта сила сферическая будет двигаться, она, собственно, начинает части нашей сетки как деформирует ломать. Радиус можно будет сделать побольше. Можно будет сделать влияние силы на нашу сетку больше или меньше. Естественно, как видите, силу тоже можно будет достаточно плохо анимировать. То есть есть центр силы, то есть все совершенно стандартно. Ничем практически не будет отличаться от настроек и от анимации каких-то других стандартных объектов. Так-так-так-так. Да, потерял. То есть радиус можно будет сделать побольше. Какая-то такая сила, которая будет уже нам с вами наш персонаж определенного взломать. Но иногда бывает более прикольно привязать деформацию к нашей сетке не какой-то такой анимированной руками силы, а, например, к звуку. Я могу загрузить стандартный ПТ-шный файл. Колонны у меня, к сожалению, нету, вы не слышите его, но, соответственно, поймете саму логику действия. Жмем ПТ-шный файл. Вот все, он есть, он звучит. Я даже немножко его вздвину влево, чтобы он приходился уже на какие-то громкие части нашего звука. Ну и самого эффекта есть возможность добавить силу, которая будет привязана к звуку. В настройках этой силы просто говорим, что у нас будет использоваться такой звук. Можно будет указать величину амплитуды, которая будет на с вами при этом, на деформацию к нашей сетке приходиться. Можно будет сказать, что будет все это воздействовать на масштаб и на цвет. Можно будет цвет настроить немножко более интересным образом, чтобы уже он на с вами деформация такая более заметная была видна. Амплитуду можно делать побольше. Scale Factor можно будет сделать чуть побольше. Всякие настройки наподобие отставания по звуку можно поставить, чтобы эффект, соответственно, немножко отставал по звуку. Ну и когда наш звук будет работать, определенные точки нашей сетки будут увеличиваться, деформироваться. То есть некий такой эффект а-ля Waveformance будет получаться на ток уже на основе нашей сетки. Если сюда еще потянуть какую-то несложную анимацию самого нашего, у биджейного объекта. Типа он будет каким-то образом у нас крутиться вокруг своей оси. И при этом будет он еще и масштабироваться каким-то образом. Типа сначала будет маленький, потом будет большой, потом обратно маленький. Соответственно, какая-то такая динамика будет у нас с вами получаться. Сетка двигается. Так, по поводу масштаба я, конечно, чуть-чуть погорячился. Все, как мы сами прекрасно понимаем, настраивается, трансформируется, все это двигается, сетка шевелится, на звук реагирует и прочее-прочее. То есть все вот такие вот вещи, которые видите в виде неких таких поверхностей, сеть печатных, которые под действием звука на самом-то хин-то разменяются, это, соответственно, плексус. Замечательный эффект, с помощью которого можно уже будет такие вот вещи очень удобно и хорошо на самом деле делать. Отлично. Еще одна достаточно известная компания, называется она Revision. Много еще забавного делается на основе плагинов этой компании. Много интересных вещей, связанных и с управлением временем, созданообразные эффекты, наподобие тех самых твичей и эффекты, с помощью которых можно улучшать видео и прочее-прочее. То есть крайне забавный набор эффектов. У нас будет интересовать сейчас эффект, который называется Reflex, с помощью которого можно будет делать эффект так называемого Morphing или Видеоморпфинга. Эффект классический, очень старый и по-прежнему, наверное, один из самых лучших эффектов, когда требуется сделать эффект перетекания либо статичного изображения, либо как-нибудь другого, либо видеоизображения. Как раз этот эффект у нас с вами будет работать. Что в следующем раз будет у нас с вами получаться, можно будет загрузить исходные картинки из два таких товарища. Товарищ молодой и, соответственно, товарищ старый. Очень хочется сделать так, чтобы наш товарищ составился со временем. Собственно, логика работает, эффект достаточно простая. Ну, я тоже немножко сокращу время. Пускай это будет там двухсекундный переход. Ну и все, что мне требуется сделать. Мне требуется сделать длительность моего первого изображения. Один кадр. И длительность моего второго изображения. Тоже один кадр. Только моя вторая картинка, она будет находиться в конце нашей секунды. В первом кадре молодой товарищ. Во втором кадре... Во последнем кадре старый товарищ. Ну и оба эти изображения, начальные и конечные, мы с вами рекомпозим, делаем единую рекомпозицию, с которой будем работать. Ну а дальше достаточно несложные стандартные действия по анимации масок. С помощью масок мы отметим те части лиц наших персонажей, которые хотим заставить меняться по времени. Нас с вами будет интересовать прическа. Опс, сори. Галочку тут я поставлю, чтобы мои маски получились разглаженные. Прическа с одной стороны, прическа с другой стороны. Прическа внешняя, прическа внешняя с другой стороны. Брови, брови. Глаз сверху, глаз снизу. Глаз сверху, нажал по слою, провалился внутрь картинки и не увидел. Глаз, собственно, сверху, глаз, собственно, снизу. То же самое с другой стороны. Сам процесс, на самом деле, единственное, что немножко муторный, потому что, если хотите совсем добиться такого перехода плавного, красивого, приходится все очень тщательно отрисовывать. Большое количество масок. Ухо с одной стороны, ухо с другой стороны, рот, подбородок. Все это отдельно, не замкнутые маски. Ну и, соответственно, шея с одной стороны, шея с другой стороны. Ну и дальше совсем муторный процесс. Нужно будет заставить, чтобы наши маски были анимированы и менялись из положения стартового лица в положение конечного лица. Все маски. Откроем. Секундомер наш, Маспес, который имеют фору маски, активируем. Все маски выделяем. Ну и, соответственно, с секундомер, что наш включение. Ну и в последнем кадре начинаем каждую маску подгонять под новое положение. Можно будет двигать как все маски целиком, как всю маску целиком, так и отдельные точки масок. В зависимости от ситуации. Вверх прически сюда ушел. Низ прически сюда ушел. Нос сюда ушел. Нос сюда ушел. Рот сюда ушел. Целой маской можно будет носами двигать. Для быстроты. Естественно, где-то можно будет уже подправлять форму немножко. Ну и, собственно, когда уже все будет поставлено на место, осталось лишь применить наш эффект, который, собственно, по этому маскам заставит точки наших слоев перейти из одного состояния в другой. К примеру, то же самое все будет происходить и на видео слоях. То есть там, конечно, чуть будет позаморочнее, из-за того, что там количество масок будет побольше, чтобы следить правильно именно анимационное движение нашего изображения. Но сама логика будет точно такая же. Стартовая маска, конечная маска, ну и, соответственно, сам эффект, который, по положению нашей маски, уже следит, кто, куда, зачем у нас с вами будет переходить в нашем эффекте. Ну вот так вот на скорую руку. Все набросали. В итоге у нас с вами будет получаться анимация такая вот, что наши маски, они вот так вот плавненько перетекают из одного состояния в другое. Все, что останется сделать, это применить наш эффект. Эффект, ревижн, рефлекс. Ну и в самом эффекте сказать, что вот есть в первом кадре картинка, во втором кадре картинки нету и есть картинка в последнем кадре. Ну и, как следствие, когда уже все это будет сделано, наш товарищ медленно будет стареть. Естественно, качество можно будет поставить побольше, естественно, можно будет включить всякие дополнительные режимы, которые позволят нас с вами улучшить все это. Можно будет некие габаритные маски нарисовать. То есть здесь будет видно, что чуточку снизу будет немножко такой вот нас с вами разрыв получаться, но тем не менее, сама анимашка нас с вами получается даже. При наших не очень четко нарисованных масках неплохая и интересная. А как это называется эффект? Ревижн, рефлекс. То есть там набор из нескольких эффектов. Есть обычный морф, который статически как-нибудь делает. Есть эффект, который делает то же самое с анимацией. Он называется Motion Morph. Это уже будет видео, что у нас с вами используется. А можно применить этот снизу не только на лицах? На общем, машина старая, машина новая. Дерево там голое, дерево с листьями. Все будет зависеть от сложности геометрии, от количества масс, в котором придется рисовать. А так любые начальный, конечный кадр и все замечательно будет получаться. Отлично. По объему наших плагинов есть у нас в нашем спряжении еще и всякие разные скрипты интересные. Но и скрипт номер один, который мы с вами посмотрим, страшно мне нравится. Хотя приходится за него денежку платить, платить, просят за него что-то в районе знака дома. Но он очень прикольный для тех, кто хочет без особых проблем и сложностей получить какие-то быстро создаваемые декоративные элементы, которые, конечно, руками можно будет сделать, но из набора, из библиотеки этого скрипта все, естественно, будет получаться быстрее и лучше. Picker for Toys, вторая версия этого эффекта, его можно будет найти на известном сайте iScript, очень известная платформа, которая торгует всякими полезностями под видеопрограммой, в том числе и под After Effects. Это у нас скрипт. Ищется он у нас с вами именно в списке скриптов, подгруженных в проект. Ну и такое вот наше окошко появляется. Вот это все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Это коллекция готовых анимашек, которые вы сразу можете применить, и уже у вас такая кста будет получаться. Ну что-нибудь типа такого вот, а-ля «Звездные войны» классические. Двойной щелчок, создается новая композиция, на основе выбранного нашего набора, и полетели. Прицельщик пошел, все замечательно. Сам слой. Сами наши эффекты примененные, разнообразные. Естественно, все наши эффекты занимаются какой-то, то есть это можно будет так или иначе изменять, контролировать. Но что очень сильно нравится в этом эффекте, как раз вот для быстроты создания подобных вещей, у самого нашего слоя появляется куча управляющих элементов, с помощью которых можно цвета быстро менять, и можно будет в случае необходимости поворачивать там по-другому, и можно будет скорость поуправлять быстрее и медленнее, и можно будет в случае необходимости рам включить-отключить, ну и прочее-прочее. Толщину там можно будет все настроить. То есть сразу можно уже будет подобрать то, что вам нужно будет в проект, то есть какой-то такой быстренький а-ля переход можно будет сделать. Все отлично получается. Ну и что-то типа такого. И что-то типа такого. То есть создали, настроили цвета, настроили скорость анимации, применили в виде перехода или загрузчика декоративного, или какой-нибудь элемент вашего проекта. И, соответственно, такая симпатичность получается. Все настраивается, все контролирует, все изменяет, в случае необходимости можно будет и сами параметры поменяйте наши анимационные. То есть все суперски и отлично получается. Один из самых таких быстрых способов, который позволяет такую активную графику добавлять в ваши автоэффициентские проекты. Один из самых любимых скриптов называется он Motion. Скрипт, с помощью которого можно классно управлять вашей анимацией в плане скорости, настроек ускорения и прочих таких вещей полезных. То, что делается не всегда удобно с помощью контроля ключей анимации или контроля кривых, которые описывают анимацию определенного свойства слоя. С помощью этого самого Motion можно сделать достаточно легко и просто. Ну, например, сделав простенькую анимацию, у меня будет такой вот солидский слой нарисован. Без контура, какого-нибудь там приятного желтого цвета. И открою вот это вот окошко, которое Motion. Первая штука очень прикольная, особенно тем, кто занимается активно шейп-графикой. Большущая проблема бывает поставить опорные точки, анкор-поинты в центр каждого из нарисованных элементов. Здесь просто слой один убираете или там несколько слов убираете. Переключая режим работы с опорной точки, говорите, поставьте в центр, или там в уголок, или в другой уголок. То есть заодно это нужно сказать очень большое спасибо. Очень часто иногда приходится возиться с подбором опорных точек для каждого из слоев отдельности. А так сразу все замечательно получается. Ну и сама анимация будет у меня очень несложно выходить. Мой слой будет двигаться, он будет вращаться, он будет масштабироваться. Изначально стоим здесь, там через 3 секунды уехали на противоположный край. Ну и, соответственно, немножко там уменьшились, чуть-чуть повернулись. Какая-то такая совсем несложная анимация у нас с вами будет получаться. Понятно, что я могу свои ключи выделить. У нас с вами есть там всякие автоматические варианты настроек нашего ускорения замедления, разнообразные изы. Можно будет забраться в наши кривые, может там будет переключиться, же работать со скоростями. Скорость можно будет настраивать, кривые можно будет руками настраивать. Стандартные действия, которые приходится совершать, если хочется сделать движение не такое скучное, линейное, что-то такое необычное. Но все это у нас с вами меняется, как только вы ставите motion и получаете из замечательных ползунка. Первый ползунок – это настройка нашего стартового кадра, стартового кадра анимации, то, что у нас easy in обзывается. Второй ползунок – easy is – это знак нашего графика. Третий ползунок – это, собственно, конец нашего графика. Хочу, например, сделать, чтобы у меня сразу получилось стартовое ускорение, стартовое замедление. Я говорю, что «А давай-ка ты будешь в середине вот с такой скоростью непосредственно двигаться». Я меняюсь в центральный ползунок. Если мы с вами посмотрим наши кривые, то сразу кривые у нас с вами меняются, и получается такая замечательная штука. Настройка, с помощью которой мы с вами сразу получаем эффект стартового замедления, конечного ускорения, и все, совершенно случайно получается. Больше, меньше. И уже совсем по-другому на самом деле двигается наш объект. Хочу сделать, чтобы он немножко поактивнее ускорялся. «Давай-ка стартовое включение мации» немножко будет активно ускоряться. Или наоборот, конечный включение мации будет немножко поактивнее ускоряться. То есть можно будет уже нашими кривыми управлять в случае необходимости с помощью таких вот несложных действий, и, соответственно, получать совершенно разные варианты движения наших с вами с вами. Если вдруг нужно будет сделать какое-то разноплановое движение, ну, например, я сделаю копию моего слоя. Копию слоя оттащу немножко, копию слоя оттащу немножко пониже. И еще одну копию сделаю. То есть нужно будет на самом настрое для этих слоев анимацию различную, руками, то это будет долгая песня. Для каждого слоев открывать график и настраивать, то есть это будет целая история. А здесь выделяю ключики анимации, говорю, вот ты будешь двигаться каким-то таким вот образом. Выделяю ключики анимации, а ты будешь двигаться каким-то таким вот образом и таким вот образом. То есть меняя эти параметры, я сразу буду автоматически менять и настроек наше движение. Фактически без особого сложного действия по управлению нашей анимацией вручную, я уже могу получать разные по характеру движения. И каждый из слоев двигается по-разному. Просто потаскали пузыночки и все, цепочки получаются. То есть возможность кастомизации крайне большая. Если нужно будет сделать все обратно одинаковым, могу, соответственно, выделить все ключи анимации у всех слоев, сказать, что вы снова будете у меня линейные, обычные. Ну и, соответственно, все они снова будут на сами двигаться так или иначе одинаково. Крайне прикольно. Ну или, хочешь сделать несложный эффект, наподобие падения какого-то объекта сверху, нарисован у меня обычный кубик, поставлю центр кубика по центру. Ну и сама анимация будет очень простая. Наш объект падает вниз за пару секунд. Понятно, что в этом случае можно будет достаточно легко теми же самыми кривыми настроить, как все должно получаться. Начальная скорость нулевая, конечная скорость там на сами побольше. Можно будет сделать там ту же самую классическую параболу, что типа наш объект ускоряет свое движение. То есть для одиночного объекта это тоже можно будет достаточно легко сделать, он на сами ускоряется. Но вот что не получится быстро сделать руками? Я могу выделить свой последний ключ и сказать, а давай-ка ты после того, как упадешь в самый конец, немножко джамп, попрыгаешь. Есть куча готовых предустановленных вариантов анимации, которые сразу позволяют кучу анимации иметь какие-то интересные эффекты, наподобие того же самого джампа. И он у меня в конце еще сам автоматом. Причем, что прикольно. Вы анимацию эту самую, саму анимацию напрямую не видите, вы все это видите в виде управления скриптового. То есть все это написано в виде скрипта. У вас есть силы гравитации, у вас есть, насколько сильно он будет отскакивать, у вас есть высота, соответственно, прыжка максимальная и прочее. То есть все эти вещи можно будет контролировать, там гравитацию можно будет, например, сделать немножко поменьше. Сами прыжки будут получаться такие чуть-чуть, как будто в невесомости. Согласен, погорячился. То есть все кастомизирует, все настраивается очень легко и просто. И фактически к одним нажатием кнопки мы сами получаем очень прикольный эффект того же самого остаточного прыжка. Который, конечно, делают и руками, при желании, но на это потратят намного больше времени, нежели просто нажать на кнопку и настроить нужные параметры движения. То есть крайне прикольный скрипт, сильно рекомендую. Стоит он не особо дорого, что-то там в районе 30 долларов. Но, соответственно, он эти деньги стоит, потому что действительно много чего забавного, интересного на основе него можно будет сделать. Очень сильно упрощает работу, особенно если нужно управлять движением большого количества скриптов с помощью этого скрипта. Все получается супер-самечательно. Отлично. Еще один скрипт, тоже один из моих любимых, особенно если приходится вам часто работать с персонажами или с объектами, похожими на персонажа, то есть с некой иерархической зависимостью. Скрипт, который называется GOOG, будет вам помощником. Самое, что приятное в этом скрипте, он бесплатный. То есть разработчиков дает бесплатно, за что им очень большое спасибо. Если есть у меня в спряжении некий персонаж, сам персонаж нарисован в иллюстраторе, разбит по отдельным слоям. Ага, что я это выбрал? Красавчик. Подбит по отдельным слоям, то есть у нас все уже подготовлено. Каждая часть, это определенная часть туловища, то есть все достаточно стандартно и несложно. Но единственное, что нужно будет сделать, конечно, у каждого из элементов нашего с вами персонажа нужно будет поставить центр в нужное место. То есть локоть у нас с вами гнется относительно этой точки, плечо у нас гнется относительно точки привязки плеча к туловищу, голова у нас гнется относительно привязки шеи к туловищу. То есть такие вот вещи придется сделать непосредственно вышную. Рука сзади, как-то вот так. То же самое с ногами. Бедро где-то здесь, это бедро где-то здесь, нога где-то здесь, эта нога где-то здесь. Ну и нужно будет сделать, конечно, привязку несложную. Типа моя нога привязывается к верхней части ноги. Это у меня L-Fit, левая нога, а левая нога, соответственно, привязывается к туловищу. То же самое с правой ногой. Правая нога, нижняя часть, привязывается к верхней части. То есть сделать иерархическую привязку стандартную. Верхняя часть ноги привязывается к туловищу. То же самое. Нижняя часть левой руки к верхней части, верхняя часть к туловищу, нижняя часть правой руки. Ага, сделана. Это нога. Нижняя часть правой руки к верхней части. и, соответственно, в руку, верхняя часть правой руки к туловищу. Ну и, соответственно, голова тоже привязывается к туловищу. То есть, чтобы на самом деле туловище было самым главным объектом, чтобы мы с вами могли цеплять наше туловище, двигать его, и, соответственно, все остальные части на самом деле будут двигаться вместе с ним. Ну а дальше начинает работу наш замечательный двиг. У нас с вами есть все основные элементы, которые отвечают за инверсионную кинематику. Не нужно ничего делать руками, двигать там, стараться все это выравнивать и делать все это аккуратно и симпатично, все фактически будет получаться автоматом. Моя рука, нижняя ее часть, должна управлять неким элементом, обладать неким управляющим элементом. Я могу к своей руке этот элемент добавить. Я могу этот элемент на саму руку оттащить. И все же потребы сказать это. Плечо вместе с предплечьем привязывается к этому управляющему элементу и на основе этого создает цепочку инверсионной кинематики. После этого, когда я буду свою руку таскать, все автоматом получается. Нога, добавляется управляющий элемент, который ставится сюда. Вторая нога, управляющий элемент, который ставится сюда. Это рука, управляющий элемент, который ставится у нас сюда. Ну и последовательно. Бедро, голень, соответственно, управляющий элемент и рычаг инверсионной кинематики, наши хвости, которые этим элементом будут непосредственно управлять. И моя вторая нога начинает гнуться. Но она, правда, изначально гнется совсем не в ту сторону, какую она с вами нужна. Но это все, естественно, можно будет нас с вами так или иначе подправить. Сейчас, секунду. То есть, чтобы нас с вами собрать нашего базового персонажа, время там нескольких минут. Опс, сейчас, секунду. MyFold. Итог выделил. Ну и, соответственно, это у меня правая рука. Правая рука. Вверх, вниз. Соответственно, вот этот управляющий элемент и тоже создается хвостик. Все. Руки таскаются. Ноги таскаются. Ну, единственное только что, по умолчанию, когда вы начинаете растягивать ваши управляющие элементы, вот так руки у вас разделяются. Естественно, есть всякие настройки определенные, которые позволяют, например, это растяжение запретить. Если, например, то есть уже все, как вы не тащили его, у нас будет гнуться в правильную сторону. Если, например, увидеть, что ваша нога немножко не в ту сторону сгибается, не по часовой, а про часовой стрелки, просто говорите, давай будешь по часовой. Соответственно, она с вами будет сгибаться уже по часовой стрелке. Здесь я что-то такое намудрил. Что? А, да, сори. Схалтурил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, сейчас придется действие отменять. Не подвину опорную точку, к сожалению, у этого объекта. В эту подвину, в эту нет. Поэтому моя правая задняя нога немножко ведет себя некорректно. Схалтурил. Действие подменять, все будет хорошо. Ну, и, соответственно, уже будет получаться, так, здесь тоже запретить растяжение, будет получаться уже правильная и архитически настроенная система, в которой, собственно, уже все отлично управляется, изменится. То есть, если нужно будет сделать то какую-то уже общую анимацию нашего с вами персонажа, хватает за туловище, ну, за исключением наши с вами, ага, тоже запретить растяжение, тоже запретить растяжение, уже будет получаться, что хоть такой персонаж уже будет забавно выходить. Ой, масштабируемся. Эту руку куда-то вот сюда, эту руку куда-то вот сюда. Ну, и, соответственно, как-то вот так он себя уже будет вести. За исключением оторванного протеза правой ноги все двигается правильно и хорошо. То есть, замечательная система, есть возможность автоматической приятности костей, то есть, в принципе, если правильно все переназвать, если там посчитать все правильно, как нужно сделать, то можно будет по факту правильно сделанную разбью по слоям сразу автоматом привязать костям. То есть, в принципе, очень много плюшек. Счет того, что это вообще бесплатный у нас с вами скрипт, то это вообще просто суперски замечательно. Ну и последний, наверное, самый такой мой любимый, называется он Ньютон. Физика. Суперская, на самом деле, вещь. Самый, наверное, дорогой из плагинов, которые есть в распоряжении вот этого от иплаформы iScript. Что-то там в районе, по-моему, 260 было, или просто за него. Но на самом деле это дело того стоит. У нас стоит вторая версия этого Ньютона. Сейчас уже выпустили третью версию, которая позволяет сделать вообще на самом деле совершенно суперские вещи. 250 долларов. Сейчас интернет загрузится. Здесь всякие такие превьюшки будут забавные. Но можно в досуге забраться на этот сайт, который мы можем будете их там смотреть. То есть реальная физика взаимодействия слоев. Правильно сделанные силы, гравитация, частицы, деформация объектов. То есть в третьем Ньютоне они вообще добавили очень много вещей. И российская зависимая динамическая система. Тоже самое машинку можно будет собрать правильно едущую и прочее, прочее. То есть в принципе штука совершенно замечательная. К тому же, если учесть, что она работает тоже по факту во многом интуитивно и автоматически, все совсем классно будет получаться. Ну, например. У меня будет нарисовано что-то наподобие потолка. у меня будет нарисован слой сам груз, который должен у меня будет упасть там под действие гравитации каким-то образом. Но я захочу сделать что-то наподобие веревки, которая будет связывать мой потолок и груз. Я нарисую в качестве отдельных объектов такие вот маленькие прямоугольнички. Это что-то наподобие точек моей будущей веревки. Ну и соответственно эти прямоугольнички я просто раздублирую и вот так вот один за другим я к веревке их подтащу. Не буду делать очень много. Пяти штучек просто. Все свои шейф слои выделяю. Забираюсь радостно в наш моушен и делаю у всех центр общий чтобы все красиво получаться. Вот такая штука будет на с вами выходить. Несложная крайняя геометрия. Ну и есть наше распоряжение модуль Newton открывающийся в отдельном окошке в котором можно уже будет настроить все что угодно связано с поведением объектов. Все они будут связаны между собой некой веревкой. Я последовательно выделяю все объекты сверху вниз и говорю у вас будет наблюдаться вот такая простая линейная связь. Плюс ты верхний объект будешь динамический падающий по действиям гравитации а будешь у меня статичный висящий на потолоке прикрепленный плюс немножко я эти объекты подвигаю чтобы какая-то стартовая анимация была поинтереснее. Это куда-то вот сюда это куда-то вот сюда это куда-то сюда это куда-то вот сюда это куда-то вот сюда и соответственно веревочка как-то так у нас будет укорачиваться. А собственно все определили кто у нас динамит что у нас статичный задали некую связь нажимаю на кнопку просчета эй не тупи стоп это не ньютон тупит это я туплю у меня были выделены все объекты я соответственно все их сделал недвижимые статическими они должны быть на самом динамическом и они уже по действиям гравитации падают как-то так забавно качаются физика столкновения связи взаимодействие между объектами все получается на самом автомат можно будет указать количество кадров которые хотите посчитать в итоге допускай это будет 200 кадров все это можно уже будет отрендерить и применить в виде анимации в новой композиции это достаточно больше считается у нас с вами здесь не очень сложный набор объекта получается и в итоге у нас с вами в новой нашей композиции появляется что-то типа вот такого ну и веревочки какой-то грустно с вами качаются физика построили объект настроили свойства лучше необходимость там можно настроить массу силу упругости и прочее и все остальное субжки получается на что все это превратилось именно веревки есть наше распоряжение еще один от мошен бутика замечательный скрипт называющий коннер флэйер который позволяет автоматом соединить несколько слоев между собой либо общей линией либо сеткой либо чем-то таким другим интересным то что скрипт платный хотя там какую-то небольшую денежку по-моему в районе 30 долларов вот так все это выглядит я все слои выделяю свои говорю а давай-ка соедини мне все эти слои в виде rope веревки появляется отдельный слой наша веревка ну что только как-то сейчас по-другому наступим а да чуть-чуть я не прав у меня немножко в другом порядке не расположены слои то есть нужно выделять их именно в том порядке в котором хотите сделать ваше соединение и наш последний канат и все это rope саму веревку естественно можно будет сделать любым другим цветом не белым например а каким таким же синим саму веревку можно будет сделать потолще все наши промежуточные объекты кроме первого можно будет и второго можно будет благополучно попрятать и в итоге у нас с вами будет получаться то что мы с вами хотели очень прикольно выглядящая физика то есть та же самая ситуация все очень несложно получается во многих ситуациях там достаточно все где-то кнопки пощелкать уже будет достаточно красиво смотреться так же как вы видите скрипты наши и наши плагины достаточно серьезно расширяет наши возможности очень прикольно то что в большинстве в своем базовые настройки всех этих плагинов и скриптов достаточно сложные то есть там можно буквально методом проб и ошибок разобраться как все работает а это все можно сделать гораздо быстрее и проще ну и собственно как раз новая часть курса про все это и про несколько других эффектов будет у нас и рассказано так что следите за рекламой думаю что в ближайшие две недели уже анонс нового курса на сайт у нас появится если какие-то вопросы вдруг остались сейчас можно будет остаться вопросами побучить по теме автоэффект и по всем сопутствующим проблемам если вопросов не будет прощаю с вами успехов и удачи в случае чего в дальнейшем вдруг вопрос будет появляться всегда мне можно будет писать на почту с удовольствием вам много успехов и удачи